Рамазан наступил на этой неделе. В нашей стране священный месяц начался 14 апреля. К сожалению, и в этом году он проходит в условиях пандемии коронавируса. Тему мы продолжим с уполномоченным представителем управления мусульман Кавказа Хаджи Шахином Гасанлой. Здравствуйте! Здравствуйте! Прежде поздравляю вас с наступлением священного месяца Рамазан. Мы встречались с вами в подобном формате и в прошлом году, вновь в условиях пандемии. Уже прошел год. Как мы адаптировались к ней и как встречали Рамазан в этот раз? Благодарю вас за поздравления. Пользуясь случаем, тоже хочу поздравить вас и всех наших зрителей. Пусть Аллах примет все наши молитвы и служения в этом месяце. Дай Бог, чтобы в скором времени человечество избавилось от этого недуга и возродилось после него, как физически, так и духовно. Да, в прошлом году было непривычно соблюдать пост в режиме карантина. Мечети были вынуждены перейти на соответствующий режим работы. Но, слава Богу, все быстро адаптировались. И в этом году у нас уже есть опыт. Мы заранее были готовы, знали, как организовать онлайн проповеди и молитвы. В целом никаких изменений нет. Продолжаем работать так, как и в прошлом году. Многие сегодня задаются вопросом, когда вновь можно будет посещать мечети. Карантинный режим в стране продлен до июня. И вы отмечали, что в таком случае, когда продлевается карантин, естественно, придется от посещения мечети отказаться. Мы снова будем использовать наши возможности в социальных сетях? Пока что этот вопрос сейчас не обсуждается, потому что, знаете, соответствующие органы каждый день анализируют ситуацию. И сейчас это недопустимо в настоящее время. Хочу добавить, что мы сейчас вынуждены все внимание уделять именно соцсетям. Но надеемся, что в скором времени мечети снова откроются. Управление мусульман Кавказа уже работает над этим. Но пока мы все с пониманием относимся к сложившейся ситуации. Даже скажу более. Религиозные деятели ранее всех, раньше всех отреагировали на опасность заражения. И больше всех чувствовали ответственность за здоровье людей. И первыми решили закрыть мечети. Ибо вера в Бога требует служения людям, заботу об их благополучии, взаимопонимания, ответственность перед обществом. В этом вопросе религиозные общины проявили бдительность и солидарность. По мере смягчения карантинного режима мы считаем, что можно будет открыть мечети с условием соблюдения гигиенических требований и социального расстояния. Существует очень много предрассудков по поводу того, как нужно себя вести и соблюдать пост в месяц Рамазан. Давайте попробуем их развеять. Как правильно нужно держать пост? И помимо поста, что самое главное для нас в этом священном месяце? К сожалению, есть случаи, когда мы узнаем правила поста по слухам. В этих случаях мы соблюдаем его неверно. Есть случаи, когда пост ограничивается именно для нас лишь голодом. Во-первых, пост – это приказ Божий. Поэтому несколько правил его соблюдения надо знать и относиться к нему трепетно. Во-вторых, пост – это духовный акт, воздержание от пищи, лишь его видимая часть. Мы отказываемся от удовлетворения физических потребностей, но это не самоцель. Это лишь повод почувствовать свою душу, свою незамедлительную духовную сущность. Мы, оглушая физическое, даем волю для выхода духовному. Поэтому пост должен выявить в нас самое прекрасное, самое лучшее. Это должно проявиться в нашем отношении как к самим себе, так и к другим. Чем больше мы зарядим свою душу в этом месяце, тем насыщеннее и прекрасней проведем следующий год. Я желаю всем прекрасного месяца Рамазан. Хочу поздравить всех вас и ваших зрителей. Пусть еще раз взываю к Господу, пусть Аллах примет наши посты и служения. Дай Бог, чтобы в скором времени вот эта вот пандемия прекратилась и человечество освободилось от этого, избавилось от этого недуга. Спасибо вам. Спасибо вам большое за участие в нашей программе, что нашли для нас время. Спасибо. Всего доброго. Напомню, в стране сейчас проходит священный месяц Рамазан, вновь в условиях пандемии. Тему мы обсудили с уполномоченным представителем управления мусульман Кавказа Хаджи Шахином Гасанлы.